Разговаривать нельзя. Взаимодействие только с помощью жестов. Сотрудники МЧС должны спасти человека, упавшего в карьер. Такова легенда в рамках республиканских соревнований сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые принимала Могилёвщина. План по взаимной работе команды обсуждали перед заданием. Но в экстренной ситуации не всегда можно видеть, что делает твой товарищ. Застегнут ли его карабин? Готов ли он к спуску? Немой ответ непонятен. Банальные жесты крест или привлечь внимание, они здесь играют особо важную роль. И нужно понимать, что эти жесты значат. Тут нет бесконечного множества этих жестов, типа вот так, вот так, или еще что-нибудь. Здесь два жеста всего лишь. Но при этом спасатели и сокомандники должны понимать, что в этот момент должно происходить. В соревнованиях участвовали 54 бойца. За ними наблюдали 40 судей. Первую ночь участники спали в палатках, вторую не спали совсем. Уровень достаточно высокий. Приходится работать на износ, на выносливость. Потому что иногда не приходится не пить воды даже там по 2-3 часа, не говоря уже про еду. В общем и целом погода благосклонно к нам могло быть и хуже. Сотрудники МЧС постоянно перемещались. Спальные мешки, газовые горелки, припасы. Все это приходилось нести на себе. Вес груза более 30 килограммов. Наиболее сложное это то, что ввели новшества в этих соревнованиях. Не просто пришли на этап, стартанули. А ты стартуешь, бегишь до этапа 2 километра, выполняешь и назад бежишь 2 километра. Причем бежишь? Да, именно то, что вот бег. Добавился вот этот бег и оно очень сильно выбивает. Плюс первый день мы были на нашей Могилевской земле, там в Полыковичах. Там рельеф перепады высот до 50 метров и по этим склонам бегать это просто невыносимо. В основе еще одного испытания легенда о том, что через болото нужно подобраться к месту крушения дельтаплана. Бойцам предстояло воспользоваться опорами разрушенного моста. На выполнение задания отводился один час. В реальной жизни это максимальное время, за которое можно успеть спасти жизнь человека. Данные соревнования традиционные. Они направлены именно на проявление выносливости и способности работать в стрессовых ситуациях. В целом бойцы прошли пешком 70 километров, жили в полевых условиях и выполнили около 60 технических испытаний. По итогам соревнований победителем стала команда Могилевского областного управления МЧС.